Мало кто задумывается о том, как спят животные. На примере домашних питомцев можно подумать, что и другие спят так же, как и люди. Но сон некоторых из них далёк от стандартного представления. Кто-то полноценно не спит никогда, давая мозгу иной отдых. А насекомые вовсе впадают в подобие оцепенения. Такие особенности сна зависят от физиологии, места обитания и дневного распорядка. Сегодня мы узнаем в этом видео, как необычно спят некоторые представители фауны нашей планеты. Вас приветствую, меня зовут Роман, вы на канале Самое-самое в мире. Приятного просмотра! Слоны и жирафы спят стоя. Крупные копытные животные вроде слонов и жирафов чаще всего просто не могут найти себе надёжное укрытие для сна. Поэтому вынуждены спать стоя, чтобы всегда быть готовыми к тому, чтобы вскочить и убежать от опасности. У этих животных есть специальные мышечные замки в районе колен, чтобы им не пришлось во сне напрягать мышцы. Эти замки автоматически заставляют ноги стоять прямо, когда животное засыпает. Этот же механизм сна есть у лошадей, коров и даже у птиц. Но даже с таким механизмом этим животным всё равно надо регулярно ложиться на землю, чтобы нормально поспать. Дело в том, что во время сна стоя они не могут войти в так называемую фазу быстрого сна – ремфаза. А это очень важно для хорошего самочувствия. Именно в этой фазе человек видит яркие сны. Слону для нормального самочувствия необходимо поспать в фазе быстрого сна не менее одного раза за 3-4 дня. При этом ему достаточно всего 30 минут такого сна. Жираф же спит в день всего 30-40 минут. И ему для нормы надо поспать в фазе быстрого сна всего 5 минут. Куалы Одна из проблем изучения привычек сна животных порой трудно понять, спят они или нет. Животных в неволе изучать, конечно, легче, но они ведут себя совсем не так, как их сородичи в дикой природе. Изучение коал в зоопарках показало, что они могут спать до 22 часов в сутки. Однако во время более подробного исследования, в котором коалы наблюдались и в дикой природе, обнаружилось, что на самом деле коалы спят около 14 часов в сутки. Плюс время на еду, плюс просто отдых. Дело в том, что питание низкокалорийными листьями эвкалипта не позволяет вести активный образ жизни. Выдры Морская выдра или калан обитают у Южной Америки в Тихом океане. Ведет дневной образ жизни и 70% времени проводит в воде. Сон морских выдр – достаточно трогательное зрелище. Малыши спят на груди у матери, касаясь головой ее подбородка, а взрослые особи держат друг друга за лапки. Такой сон является необходимостью. Одна выдра из тандема обязательно бодрствует, чтобы спящего не унесло течением далеко в океан. Если выдра ведет одиночный образ жизни, то для безопасности во время сна она долго крутится среди морских водорослей. Моржи Моржи могут легко не спать до 84 часов подряд, а потом сполна компенсировать этот урон. На суше морж в среднем спит до 19 часов в сутки. Нормально все? А? Нормально, говорю, все? А-а-а-а. В воде у моржей возникают определенные проблемы со сном. Им приходится спать короткими отрывками и регулярно всплывать на поверхность для дыхания. Но некоторые моржи нашли изящный выход. Они высовывают голову из воды и поглубже вонзают свои большие бивни в кромку льда. И после этого спокойно засыпают. Тело моржа находится в воде, а голова снаружи. Бегемоты Большую часть жизни бегемоты проводят в воде. Обычно они спят либо на отмелях, выставив верхнюю часть головы, либо полностью погруженными в воду. В последнем случае бегемоты рефлекторно всплывают на поверхность каждые 3-5 минут, чтобы сделать вдох. При этом они даже не просыпаются. Дельфины. Когда ты проводишь всю свою жизнь в воде, для тебя как млекопитающего это может стать проблемой. Ведь кислород надо вдыхать и во сне. Как не утонуть, когда ты в бессознательном состоянии? Дельфинам, когда они бодрствуют, в отличие от рыб, приходится регулярно всплывать на поверхность, чтобы вдохнуть воздуха. Да и отдых в океане, где некуда спрятаться от опасностей, занятия весьма рискованные. Как же тут спать? Дельфины приспособились. Они по очереди отключают одно полушарие головного мозга, который отдыхает, в то время как другое – на чеку, следит, чтобы не случилось чего. Более того, во сне у дельфина открыт один глаз, противоположный бодрствующему полушарию. Так млекопитающее не теряет контроль над происходящим. Кошалоты. Кошалоты – самые крупные представители зубатых китов. Они могут обходиться без сна до трех месяцев, если к этому вынуждают обстоятельства. Сон их проходит по 10-15 минут на небольшой глубине у поверхности воды и в вертикальном положении. Не уйти на дно им позволяет жировая ткань в теле, которая не превосходит удельный вес воды. Кошалот очень медленно опускается вниз, после чего взмах хвоста поднимает его обратно на поверхность. Глотнув воздуха, он медленно погружается до нового взмаха хвостом. Акулы. Существует мнение, что если акула остановится, то она сразу умрет от удушья. Движение необходимо для дыхания хищника. На самом деле, это верно лишь отчасти. Некоторые разновидности акул имеют специальные отверстия за глазом, называемые дыхальцами. Такое строение удобно для доны хищников, которым необходимо затаиться для подкарауливания своей добычи. Что же касается сна, то в теории акулы просто отключают частично на некоторое время свой мозг, а сами тем временем продолжают плыть рефлекторно благодаря спинному мозгу, либо же покоятся на дне, в зависимости от вида. В последние годы возникла интересная теория о том, что процесс сна у акул автоматизирован и циклично происходит все время. Хищник всплывает ближе к поверхности воды. В это время акула бодрствует, а затем опускается вниз, и тогда хищная рыба, соответственно, засыпает. Летучие мыши. Летучие мыши – единственные летающие млекопитающие. От природы у них слабые ноги с тонкими косточками. Они плохо стоят, еще хуже ходят и не умеют сидеть на ветке, как птицы. Летучие мыши активны по ночам при охоте на насекомых. Днем они спят вверх ногами, прячась в недоступных для хищников местах. Чердаки, под мостами, под потолком пещер, в дупле деревьев. Не падать им помогает особое строение мышц, которые полностью расслаблены, когда мышка висит вниз головой на сжатых пальцах ног. Их сон около 20 часов в день напоминает оцепенение. В таком положении они спят и всю зиму, просыпаясь только с началом потепления. Совы. Не только люди после тяжелого рабочего дня могут спать без задних ног. Посмотрите на совят. Они засыпают мордой вниз и с вытянутыми лапами. Выглядит так, будто они год работали без выходных и отпуска, или всю прошлую ночь разгружали вагоны с углем. Не только люди могут уставать. Журналист Марк Рис поделился в Твиттере фотографией совы. Но на снимке она запечатлена в непривычном ракурсе. Лежа на животе. На первый взгляд кажется, что с ней не все в порядке. «Я только что узнал, что совята спят мордой вниз вот так, потому что у них слишком тяжелые головы. И еще, я никогда раньше не видел совиных лап», – написал Рис в соцсети. В комментариях тоже нашлись люди, которые знали о такой особенности маленьких совят. Однако и повзрослевшие совы тоже иногда спят в причудливых позах. На самом деле совы засыпают так, потому что у них тяжелая голова и ее трудно держать. Сон у этих птиц не очень долгий. И они, как и люди, не любят, когда их будет. Да и вообще, кому это может понравиться? Перелетные птицы А как спят перелетные птицы во время ежегодных миграций, которые преодолевают гигантские расстояния? Часто перелеты могут продолжаться непрерывно в течение нескольких дней без перерывов на отдых. При этом птицы летят по ночам в темноте без визуальных ориентиров. Например, полярная крачка преодолевает невероятные расстояния каждый год – до 70 тысяч километров, поскольку гнездится она у полярного круга в Арктике, а зимует в Антарктике. Речная или обыкновенная крачка может преодолевать 26 тысяч километров в один конец. Ласточки – до 10 тысяч километров. Кулики и веретенники – до 23 тысяч километров в оба конца. Крохотные охристы калибри ежегодно мигрируют из Аляски на зимовку в Мексику, преодолевая 10 тысяч километров. Спят ли птицы во время перелетов? Как оказалось, да. Было замечено, что каждые 10-15 минут птицы в стае перестраиваются. Те, что с краю, перемещаются внутрь стаи. И наоборот. Дело в том, что в середине стаи образуется воздушный поток, создаваемый впереди летящими птицами, который помогает переходить в парящий режим тем особям, которые находятся внутри стаи. В таком режиме птицы могут немного отдохнуть и поспать. Факт, что птицы могут спать на лету, доказал на утках исследователь Нильс Раттенборг из Орнитологического института имени Макса Планка еще в 1999 году. Кроме того, есть предположение, что птицы также могут обладать способностью к однополушарному сну. Ведь существуют птицы, которые проводят в воздухе большую часть своей жизни – фрегаты, альбатросы, не образуя при этом стай. Насекомые Некоторые насекомые членистоногие не спят. Они периодически впадают в состояние оцепенения. Это особый вид покоя и обездвиженности, во время которых температура тела насекомых понижается. Например, бабочки впадают в состояние оцепенения каждую ночь. По словам зоологов, доподлинно неизвестно, спят ли они в это время или нет. Важно! Оцепенение необходимо насекомым не только для отдыха. На этой стадии своей жизни они способны долгое время обходиться без пищи. Поэтому многие особи впадают в данное состояние на всю зиму или в другие периоды, когда вокруг недостаточно подходящей пищи. Во время оцепенения у насекомых не только понижается температура тела, но также замедляется сердцебиение. Пауки В пауке с нашей человеческой точки зрения есть что-то не от мира сего. Даже если учесть, что разные животные спят по-разному, все они, вплоть до бактерий, придерживаются 24-часового цикла – периода так называемых циркадных ритмов, определяемого вращением Земли. Но не таков паук. Ученые обнаружили, что некоторые из пауков-кругопрядов абсолютно игнорируют общепринятое. Их организм может функционировать следуя 17, 18 или 19-часовому циклу. Как паук вообще может существовать, живя по таким биологическим часам, непонятно. Непонятно и то, как он выбирает, когда ему поспать. Лягушки Лягушки – удивительные существа. Они приспосабливаются практически к любым условиям проживания на нашей планете. Хоть к ужасной жаре, хоть к ледяному холоду. Они могут впадать не только в зимнюю, но и в летнюю спячку, когда надо пережить слишком жаркое или слишком сухое время. Древесные лягушки, живущие в арктических климатических условиях, научились использовать глюкозу как своего рода антифриз. 60% воды из клеток их организма становится льдом. Остальное заполняет глюкоза, переработанная печенью из гликогена. С наступлением зимы они погружаются в некий анабиоз – полностью замороженное состояние, при котором у них даже не бьется сердце. А весной снова оживают. Впрочем, ученым до сих пор неизвестно, как именно лягушки спят в те месяцы, когда они погружены в сезонную спячку или анабиоз. Благодарю вас за просмотр и за ваши лайки. Напишите в комментариях, в какой позе больше всего любите спать вы. Ну, я с вами не прощаюсь. До скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова